Мой вам теплейший эфиопский привет! Вы смотрите большой выпуск A1 News, с вами Юкля. И сегодня я расскажу вам о самых интересных событиях, случившихся за минувшую неделю. В ближайшие полчаса вы узнаете. Видеоотчет с выступления Сержа Танкиана в Москве с симфоническим оркестром. Серж расскажет про новый альбом, а также про мюзикл о Прометей, близкий конец цивилизации и многое другое. Великий мистик, художник Алекс Грей, оформлявший альбомы группам Тул, Нирвана, Бисти Бойс и многим другим, приехал в Москву со своей выставкой, перформансами и лекциями. Фейдлис эксклюзивно для первого альтернативного рассказали о своем новом альбоме, который пришлось ждать целых три года. Найк Борзов очнулся после восьмилетнего молчания. Мы подловили его во время съемок нового клипа. В самый разгар рабочего процесса Найк рассказал нам о своей новой пластинке, марсианах и много еще о чем. Ставшая традиционной премия «Степной волк» прошла в Центральном доме художника. О том, кому и за что досталось от Артемия Троицкого на этот раз в сегодняшнем выпуске новостей. А также выступление в Москве гиперэмоциональных французов «My Own Private Alaska», которых некоторые называют смесью «Металлики» и «Сигур-Рос». Группа кино зазвучит в рэп-версии. «A Perfect Circle» засели в студии для работы над новым альбомом. Помимо этого, A1 продолжает поиск талантов. Обо всем самым интересным найденным на просторах интернета расскажет Миха в рубрике «Вебнутые». Серж Танкян отыграл в Москве свою программу «Alex the Dead Symphony». Помогал ему в этом оркестр «Глобалис», который вы наверняка помните по выступлению на церемонии «Рамп-2009». Подробности в следующем сюжете. Серж Танкян – один из самых оригинальных рок-музыкантов и уж точно самый оригинальный армянин. Он стал известен благодаря зубодробительной музыке «Системов и Даун», но выйдя из системы, стал мягче. Записал сольник «Elect the Dead», а в прошлом году в результате эксперимента Сержа с Оклендским симфоническим оркестром возникла «Elect the Dead Symphony». Поклонники музыканта в большинстве своем восприняли ее восторженно. Незаурядные вокальные данные Танкяна раскрылись во всей красе. А вот в академических кругах реакция была неоднозначной. Для них я, наверное, дьявол. Меня это нисколько не удивляет. Несколько лет назад меня пригласили сделать кавер на трек Чарли Паркера и Майлза Дэвиса с лейбла «Savoy Records». Я записал две песни и был очень доволен результатом. Да мне и сейчас они нравятся. И все джазовые критики сразу накинулись на меня. Какого черта ты посмел тронуть Чарли Паркера? Да брось ты, кого это волнует? Если бы Чарли Паркер был жив, он бы джимовал с хип-хоп-музыкантами, с джазовыми музыкантами, записывал бы пластинки с оркестром, пробовал бы все, что только можно. Так что критиков не стоит слушать. По-моему, они ограничивают себя и совсем не болеют музыкой. Между тем, Танкян готов потрясти еще не остывших поклонников свеженьким релизом. Новый альбом Imperfect Harmonies должен выйти в конце этого лета. Судя по описанию, это будет Electro-Orchestral Jazz Rock. Описание звучит просто безумно. Мне кажется, этот альбом будет уникальным. Если говорить о стиле, то это роковый альбом, на котором много электроники. Целый оркестр и еще джазовые нюансы. Он качающий и очень эмоциональный. Многие из тех, кто его слышал, говорят, вот это твой первый по-настоящему сольный альбом. Потому что мой первый релиз — это рок-альбом. А я и до этого был известен как рок-исполнитель. Imperfect Harmonies — это уже совсем другое, отличается от всего, что я делал раньше. Как и Элег Бедед новый альбом Танкян продюсирует сам? Для меня это естественный метод работы. У меня есть своя собственная студия, и каждый день я прихожу туда и работаю, работаю, работаю. Записываю пианино или другие инструменты. Пишу музыкальную композицию, работаю с оркестром. И в итоге понимаю, что мне для работы никто не нужен. Если быть честным, когда ты знаешь, какой звук ты ищешь, и знаешь, как его добиться, лучше все делать самому. Тогда некого будет обвинять, если что-то пойдет не так. Кроме того, неуемный Танкян пишет музыку к постановке об античном герое Прометеи. Я работаю со Стивеном Сеттером, который уже сделал несколько успешных мюзиклов. У нас есть театр для репетиций в Бостоне. Премьера намечена на март 2011 года. В нем много музыкальных стилей намешано. И рок, и джаз, и нойз, и хип-хоп, и электроника. Кроме того, это очень интересный и в политическом, и в этическом аспекте мюзикл, основанный на раннем греческом мифе о Прометеи. Имя Прометея означает «предвидящий», и в этом он похож на самого Танкяна, который известен не только своей музыкой, но и общественной деятельностью. Вместе с Томом Морелло из «Рейчи Кейнс де Машин» он создал организацию «Axis of Justice» – «Ось справедливости». Танкян борется за признание геноцида армянского народа в начале прошлого века, поддерживает зоозащитную организацию ПЕТА и рассуждает о скором конце цивилизации. «О, это разговор на несколько часов. Я сказал это, исходя из данных о росте населения в мире и количестве ресурсов, необходимых для жизни, будь то нефть, еда или минералы. Я понял, что баланс потерян. Население попросту не сможет расти, если наши ресурсы идут на уболь. До сих пор не было найдено альтернативных способов борьбы с этой проблемой. А время-то идет». Во время московского концерта Серж Танкян охотно общался с публикой, читал стихи, обещал приехать еще раз и спел две совсем новые песни. И пусть ребята в потертых футболках «System of a Down» немного непривычно чувствовали себя в роскошном зале «Крокус Сити Хоу», после такого душевного концерта это не имело особого значения. А закончить сюжет хотелось бы любимым словом Сержа. Мое любимое русское слово – «Всё». Полную версию интервью с Сержем Танкяном смотри на нашем сайте a1tv.ru в разделе «Музыкальные новости». Съемки клипа на песню «Тени и мерцания» проходили в парке от Радова. Отрадный летний день. Декорации самые естественные, а смысл глубокий. Мы снимаем клип про время, про несовпадение людей во времени и в пространстве, собственно говоря, когда люди ходят и не могут почувствовать друг друга, хотя что-то по-любому чувствуют, как бы не могут приблизиться друг к другу, проходят всё время мимо, но чувствуют как бы некие вибрации друг к другу. Будущее, прошлое, настоящее у нас соединяются, пересекаются и разъединяются снова. И, собственно говоря, до конца клипа люди не будут понимать вообще, что происходит. Нового клипа, как и нового альбома от Найка очень ждут, ведь молчал этот музыкант целых 8 лет. История пластинки моей новой, она как бы непростая, потому что несёт в себе некий такой смысл, скажем так, общий для всех и одновременно непохожий на то, к чему мы все привыкли. Вот, это история, скажем так, существа. Ну, существа, оно может иметь тело, может не иметь. Вот, какой-то субстанции, которая может стать физической. Вот, например, вселившись в человеческое тело или в тело какого-нибудь марсианина. Ну, не важно, то есть ему интересна та среда, в которую он погружается. И в этой среде он занимается некими наблюдениями. То есть он смотрит, попадает или создаёт сам ситуации некие, там моделирует, режиссирует, выход из которых, в общем-то, сопровождается некими душевными терзаниями, либо серьёзными какими-то столкновениями внутренних и внешних сил. Вот, и результат этой ситуации он описывает в своих дневниках. Такая вот будет моя новая пластинка, в ней нет единого смысла. Она вся о любви и о радости. То есть она вся очень светлая, и в отличие от занозы, она будет нести только свет и позитивное настроение. А новый клип вы увидите на первом альтернативном. А Перфект Сёркл засели в студии для работы над новым альбомом. Фронтмен легендарной группы Tool Мейнер Джеймс Киннон рассказал, что не за горами свежий релиз от его другого, не менее прославленного проекта А Перфект Сёркл. Напомню, что помимо бессменного лидера Мейнерда, в группе в разные времена принимали участие. Гитарная техника Nine Inch Nails. Гитарист Смэшн Пампкинс, басист Мэрилина Мэнсона Твиги Рамирос, барабанщик Праймус и многие другие. А клип, который вы сейчас видите, снимал Дэвид Финчер, автор бойцовского клуба и массы не менее крутых фильмов. Вот что лидер группы Мейнерд Джеймс Киннон говорит о новой пластинке. Мы уже записали несколько очень мощных рифов и придумали много красивых мелодий. Осталось теперь запереться в студии и довести всё до ума. Тем более, что мы как никогда полны желанием поработать над новым материалом, говорит Мейнерд и продолжает. Мы сейчас очень плотно и, надо сказать, плодотворно работаем. Так что, ребята, думаю, что новый альбом от Perfect Circle не за горами. Что же, отличные новости, но дата релиза пока не сообщается. Следите за новостями и вы первыми обо всём узнаете. Пейтлис дали эксклюзивное интервью первому альтернативному, в котором рассказали о своей новой пластинке и не только. Итак, смотрим сюжет. Новый альбом, который мы только что выпустили, называется The Dance Never Ends. И это определенно самый клубный по звуку альбом из всех, что мы делали. Огромное спасибо нашим фанатам. Они помогли нам открыть новую сторону танцевальной музыки. Последние несколько альбомов были более спокойными и вдумчивыми, и мы чувствовали, что нужно сделать динамичный танцевальный альбом. Но на пластинке вы также можете найти и гармонию, и улыбку, как вам угодно. Делать разнообразную музыку — это здорово. От Faitless не было слышно вестей целых три года. Вполне приличный срок, особенно в то время, когда в музыке появляется дикое количество новых имён, течений и веяний. Однако участников Faitless забвение не пугает, ведь их поклонники самые преданные. По крайней мере, так считают сами музыканты. Реакция на концерты в Европе была просто великолепной. Мы делали небольшие клубные шоу прямо перед выступлениями на крупных фестах, и нас слушали восторженно. Просто когда играешь в одной известной группе очень долго, время уходит, и фанаты отворачиваются от тебя. Начинают обращать внимание на то, что стало популярным недавно. И мне кажется, что фанаты Faitless лучшие в мире. Они любят нас, а аудитория постоянно растёт. Мы не играли фактически три года, а нашу музыку по-прежнему любят. И мы в восторге от этого чувства, как будто получили бешеный заряд энергии. И мы всё лето будем играть в Европе на разных фестивалях. И это, как всегда, очень увлекательно. Faitless одинаково органично смотрится и в небольшом клубном пространстве, и на крупных многотысячных фестивалях. Мы поинтересовались у музыкантов, где они сами себя чувствуют более комфортно. Вообще чувства всегда разные. Если ты играешь на небольшой площадке, хорошо то, что ты можешь видеть людей в зале. Я могу видеть каждую эмоцию на твоём лице. Это очень интимно и близко мне. Ну и если ты играешь для 80 тысяч людей, ты заряжаешься их энергией. То есть небольшие концерты более интимные, а когда людей немного больше, ты получаешь больше энергии. Это нереальная сила эмоций толпы. Это непередаваемые чувства. Напоследок Faitless обратились ко всем своим российским поклонникам. Всем нашим фанатам в России и тем, кто только готовится ими стать, я просто хочу сказать, держите голову выше. Всё в этом мире открыто вам. И никогда не позволяйте никому говорить вам, что это не так. Мы любим вас. До скорого. Спасибо за предоставленный материал Михаилу Кокину. A1 News, Санкт-Петербург. Ну а полную версию интервью с Faitless смотри на нашем сайте в разделе новости. Группа кино зазвучит в рэп-версии. Мы хотим видеть дальше, чем мог на дома на просе. Главные представители отечественного хип-хопа отдадут дань уважения культовому музыканту и поэту Виктору Цою. Каталог песен группы кино войдет в основу сборника «Кинопробы. Рэп-версия». В проекте примут участие Баста, Центр, Гуф, Нойз МС, Триада и 2517. Чью версию песни «Мама, мы все тяжело больны» уже сейчас можно услышать на нашем сайте a1tv.ru в разделе музыкальные новости. Релиз сборника «Кинопробы. Рэп-версия» намечен на сентябрь. Глядя на картины Алекса Грея, невольно задаешься вопросом, что же творится у этого человека в голове. На днях Алекс Грей впервые посетил Россию и позволил заглянуть в свой внутренний мир, выраженный его картинами. Подробности в сюжете. Алекс Грей для многих людей – это не просто художник, а настоящий гуру. Выставка «Трансфигурация», что открылась в камерной галерее Елены в Рублевской, позволила не только посмотреть картины Грея, но и пообщаться с ним лично. Алекс Грей рассматривает свое искусство как одно из составляющих непрерывной духовной практики. Он ездит по миру, читает лекции, общается с людьми, делясь своим духовным опытом. Я верю в реинкарнацию. Конечно, это невозможно доказать. Я думаю, моей прошлой инкарнацией является бельгийский художник-символист Жан Делвилл. Он говорил, что если ты не выполняешь полностью миссию, для которой ты создан, после смерти ты перерождаешься, чтобы исполнить ее до конца. Я попытался выразить это на моей картине «Живопись». Грей известен по сотрудничеству с музыкантами, такими как «Тул», «Бисти Бойс», «Шпонгл» и «Нирвана». Последним он оформлял обложку их студийного альбома «Инутеро». Я думаю, всех этих музыкантов объединяет в первую очередь талант. Я сам с удовольствием слушаю их записи. В этом мы понимаем друг друга. Друппа, с которой я больше всего работал, — это «Тул». Я делал им обложки видео и еще сценическое оформление. Я всегда придерживался мнения, что музыка и изобразительное искусство тесно связаны. Сотрудничество «Стул» принесло художнику Алексу Грею музыкальную премию Грэмми за оформление обложки последнего альбома группы. Алекс Грей начал свои психоделические опыты еще в 70-е. Все его картины наполнены мистическими и духовными символами. Для него творчество — это попытка найти путь к просветлению. Изучая буддизм, я пришел к выводу, что все мы должны задавать себе вопрос, как мы можем улучшить мир. Поэтому я и создаю картины, которые раскрывают душу человека, и при этом пытаюсь сделать их максимально универсальными. Выставка «Трансфигурации» продлится до 15 июля. Ставшая уже традиционной премией «Степной» «Волк» прошла в Центральном доме художников. О том, кому и за что досталось от Артемия Троицкого на этот раз, расскажет Коля Карасев. Уже в третий раз Артемий Киевич Троицкий вручает свою премию «Степной Волк». И сейчас мы идем внутрь здания ЦДХ, чтобы узнать, кто же получит премию и кто выступит на церемонии «Степной Волк». Кстати, для премии Центральный дом художника выделил новое помещение. В нем, скажем честно, было жарковато, а звук был странным. Зато нам сразу попался первый победитель. Привет, мы группа «Фруктовый кефир». К сожалению, я сегодня один, видимо, отдаю интервью. Но вот сегодня мы получили вот такую премию. Точнее сказать, не мы, а дизайнер, который нам делал обложку клетчатого альбома. Очень удачно все совпало. То есть парень проходил тут просто так. Я даже не знаю, как он оказался в этом здании. Но вот именно его я хотел бы выделить на самом деле. Сам Нойс даже и не знал, за что именно его так выделяет Артемий Кивович. Да не знаю, я, если честно, не в курсе, где именно я номинирован. Но ты мне сейчас сказал, что интернет. И, по-моему, еще какая-то номинация есть. Но в итоге «Волк» достался Ване в номинациях «Слова и песни». А интернет-прорывом был признан знаменитый мистер Трололо Эдуард Хиль. В этом году все как-то энергичнее, злее и больше молодежи. Я очень рад, что... То есть даже старички такие, такие в этом году бодренькие. Стоит отметить, что выбор по традиции осуществлялся не только отцом-основателем премии, но и компетентным жюри, состоящим из музыкальных журналистов, критиков и других музыкальных эстетов. Призы также получили Сергей Шнуров со своим рублем, Гарик Сукачев за фильм «Дом солнца», группа «Мегаполис», хип-хоп-мюзикл «Копы в огне» и многие другие. Кстати, в этот раз, по признанию многих, жюри было из чего выбирать. На мой взгляд, вообще у нас сейчас в хорошей музыке происходит подъем. И это очень здорово. То есть такого шевеления, как в этом и прошлом году, не было уже лет 15, если не 20 в нашей музыке. Так что я считаю, что в правильное время, ребята, вы начинаете слушать канал A1. Коля Карасев, Максим Король, A1. Далее смотри сюжет о выступлении в Москве французов «My Own Private Alaska». «My Own Private Alaska» или «Мопа» или «Мора» – ни на кого не похожая группа из Франции. Самым простым было бы назвать это трио с крима-группой, но от скрима в привычном понимании остались разве что вокал и атмосфера безысходности и агрессивной меланхолии. С большими-большими приключениями «My Own Private Alaska» добрались до Москвы, а их многочисленные фанаты – до актового зала. Ощущения от концерта просто невероятные. Здесь люди просто сумасшедшие. Мы такого не видели ни в одной стране, где были. Мы давно мечтали приехать сюда. Мою бабушку зовут Вера Яковлева. Она жила здесь в 20-е годы. Так что это и моя страна тоже. Мы провели три бессонные ночи в автобусе, пока добирались сюда. На Украине нас остановили, и мы не могли пересечь границу. Все из-за каких-то идиотских бумажек. Но сейчас я так счастлив и понимаю, что все мучения были не напрасны. Буквально за пару недель перед московским концертом группа выпустила новый альбом «Eyman», в котором были не только свежие песни, но и новые версии старых работ. В записи альбома французам помогал прославленный продюсер Росс Робинсон, на счету которого альбомы «At the Dry Wind», «Soul Fly», «Sleep Not», «Korn», «Limb Biscuit» и «The Cure». Мы связались с Россом Робинсоном, и у нас был совсем небольшой отрезок времени для создания нового материала. Поэтому пришлось взять часть старых песен и переосмыслить. С ним мы научились выражать наши эмоции через песни. На этом альбоме мы совсем голые. Это настоящее мы с самого дна наших душ. Он сказал, ты поешь о страданиях и боли в своих песнях. Так что будь добр, страдай. Ты не страдаешь в своих долбанных песнях, я этого не вижу. Не прячь эмоции за вокалом. И, конечно, я сорвал свой голос, когда записывал альбом. Потому что если я пою «Kill Me Twice», я должен умереть на сцене. My Own Private Alaska играет на концертах исключительно сидя. Они отказались от привычных гитар в пользу профессионального пианиста, но играют с такой страстью, что иначе как три музыканта, сидящие на бомбе, их не называют. В прошлом году они посидели на разогреве у Металлика. А сейчас в планах у My Own Private Alaska тур из Мессив Атак и Сигурос. При этом, как и все французы, они знают толк в искусстве красиво жить и творить. И даже водку пьют из бокалов. 30 июня в Москве в Зеленом театре парка имени Горького и 1 июля в Питере в клубе «Зал ожидания» выступит Матисияху. Матисияху взял в качестве псевдонима еврейский вариант своего имени, который в переводе с иврита означает «дар бога». Критики в один голос называют его самым обаятельным исполнителем регги за всю историю жанра. Известность музыканту принесла колоритная смесь современного регги, хип-хопа и традиционной еврейской музыки, которую он исполняет. А кроме того, яркий сценический образ. Матисияху выступает в традиционной одежде хасида, что в сочетании с музыкой выглядит очень необычно. Настоящая популярность пришла к музыканту после выхода его второй пластинки «Юз», которая поднялась в американских чартах до четвертого места. В чарте лучших регги-музыкантов Матисияху занял первую позицию, оставив позади даже самого Боба Марли. Кроме того, песня Матисияху «One Day» стала гимном Олимпиады в Ванкувере. Итак, 30 июня. Москва. Зеленый театр парка имени Горького. И 1 июля. Питер. Клуб. Зал ожидания. Матисияху. Внимание! A1 ищет таланты. Если ты любишь музыку и следишь за тем, что происходит в мире, а также умеешь писать и тебе есть чем поделиться, тогда отправь новость, которую ты считаешь интересной, нам на адрес newssobaka1tv.ru. Если она написана грамотно и информативно, твоя новость обязательно появится в программе A1 News с упоминанием авторов. И это еще не все. Если в твоем городе происходят интересные события, а ты любишь и умеешь снимать на фото или видео, тогда присылай нам свой репортаж или фотоотчет. Достойные материалы непременно попадут в эфир. Далее смотри рубрику «Михи вебнутые» в A1 News. Здравствуйте, мальчики и девочки, и те, кто еще не определился. С вами ваш виртуальный папаша «Миха» и по совместительству человек с самой фиговой дикцией на всем российском телевидении. А в эфире «Вебнутые». Сегодня в рубрике сайт о том, как и где можно сходить в туалет, зарубежный ресурс, который предлагает вещи на прокат, также портал от посетителей нашего вебнутого блока и кое-что еще в рамках оккультуривания интернет-пользователей. Поехали! Начнем, пожалуй, с самого нужного сайта. Каждому из вас приходилось справлять малую, а может быть и большую нужду в кустиках, за гаражами или еще где. Так вот, следующий портал был призван избавить вас от этих страданий. Абасу.ру – сайт с забавным названием, но жизненно утверждающим контентом. Справочник бесплатных туалетов нужно было сделать давно. Справь свою нужду уже сейчас, – гласит надпись на главной странице. И приведен список областей России, где есть общественные вотер-клозеты. Так как сервис сравнительно молодой, то и многие данные пока отсутствуют. В Адыгее, Калмыкии или Карелии мест общественного изливания нужды просто нет, как показано на сайте. Но у сервиса большое будущее. Главное, не справляйте нужду под себя, мои друзья. В туалет ходят все, вне зависимости от социального статуса и материального дохода. Да-да, даже Билл Каулец и Анжелина Джоли. А вот у вас было такое? Купите себе какую-нибудь дорогую приблуду, поиграйте с ней день-два, и потом она лежит пылиться. А деньги потрачены? И даже на пиво не хватает? Вот у жителей Туманного Альбиона больше такой проблемы нет. Вот, пожалуйста, иностранный сайт, предлагающий взять вещи на прокат. Симпатичный дизайн в стиле 20-х годов предлагает посетителям взять велосипед, диван или айпад на один день. Платите 20 фунтов, это примерно 985 деревянных рубликов, и пользуйтесь 24 часа. Да, и не забудьте про залог. 350 фунтов стерлингов. Дороговато, конечно, но таким образом можно понять, нужен ли тебе этот айпад, или ты можешь обойтись без него. Есть у сайта будущего или нет, вопрос довольно риторический. Но если подобный аналог появится на просторах Рунета, то будет понятно, откуда идею слезали. Что-то подсказывает, что аналогичный сайт на российских интернет-просторах появится очень скоро. Быть может, даже после этого выпуска. А сейчас русский сервис, который посоветовали посетители блога, вебнутые на блог А1ТВ.ру. Враги.ру Враги кругом, враги везде. Сайт, который готов расправиться с вашими потенциальными или реальными недоброжелателями. А подробнее, зачем этот сайт нужен, ищите на враги.ру.пак. На мой взгляд, довольно-таки простецкая дворовая забава, переведенная в интернет. Становится скучно уже через час, когда количество врагов иссякает. Но если задаться целью, то врагов себе нажить, как два байта переслать. Если вы слово классика воспринимаете как классическая литература, а не интим-услуги, то следующий портал для вас. Бухфи.ру Еще один аналог электронной библиотеки, коих уже довольно-таки большое количество в сети. Но основатели этого сервиса утверждают, что это самая большая электронная библиотека Рунета. Кому как, но великим русским писателям тут было бы тесновато. К тому же, если сервис не находит нужной книги у себя, то он перебрасывает читателя на сайт aldebaran.ru. Вот и верь после этого в уникальность этого портала. С одной стороны, тут можно скачать и почитать книжки бесплатно. А с другой стороны, выбор-то не такой уж большой. Ну хотя для кого как. 479 тысяч книг – это для некоторых вся жизнь. Ну вот, собственно говоря, и все. А с вами был без ценных слов МОД и Транжир и ваш виртуальный папаша Миха. Специально для вас и А1 Ньюз, шмотки которым были предоставлены компанией Айрон Тист. И помните, я, как интернет, люблю вас. Но не у всех. Пока. Благодарю за предоставленную одежду проект модельеры.ру А вы смотрели А1 Ньюз. С вами была эфиопская принцесса Юкля. Я желаю вам только хороших новостей. Субтитры сделал DimaTorzok